Всем привет! Я наконец-то сделал видео о том, как получить лицензию для подводной охоты. Как известно, в Испании нужна и лицензия, и страховка на право перемещать ружья. В первой части этого видео я покажу, как я лично сделал себе лицензию тут, на Канарах. В второй части видео я покажу, как получить вот эту вот страховку. Нахожусь я в городе под названием Санта-Круз. Именно тут она и делается. И первым делом мне нужно будет сходить к врачу, который проверит, насколько хорошо я подхожу для того, чтобы погружаться под воду. Ничего сложного, это просто, как по мне, это условность. И более-менее все пройдут. Найти такое место в вашем городе можно по запросу Certificatus Medicus. То есть это тоже место, в котором люди проходят медкомиссию для того, чтобы продлить права или что-то такое. Нужно найти именно то место, которое делает сертификаты для подводной охоты. Не все они делают. Надо искать в интернете. Чтобы записаться к ним на прием, можно позвонить по телефону, или чаще всего у них есть какая-то форма, которую надо заполнить на сайте. То есть я записался к ним на прием еще до того, как приехал на Тенерифа. По приходу ничего особенного не происходит. Ты просто даешь свой документ, тебя проводят в кабинет к врачу, и начинается проверка. У меня проверили рост, вес, давление, пульс. Что-то она послушала мои легкие, как я дышу, туда-сюда. Все говорит, все хорошо. Я у нее спросил, как много людей не проходят эту проверку. Она говорит, очень мало. Это большая редкость. Только люди с какими-то проблемами с сердцем. Все это заняло примерно 10 минут и стоило, насколько я помню, 33 евро. В Валенсии я проходил такое. За 50 евро. Спасибо. Спасибо. Все? Да, все. Да? Дали мне бумажку вот такую. В ней всякие мои данные. И сказано, что я подхожу, что все хорошо. Какая-то еще информация про меня. В общем, это было несложно. Все, можно двигаться дальше. Теперь идти в место, в котором выдают именно лицензию. С вот этой справкой. Змены. Вроде бы он смотрит на парня, а потом парня, кадр его взглянул. Он смотрит на тебя. И там же не парня. И в него это повергло просто. Что? Стук тортиков. Тортиков. Коковил. Вот второе место. Называется вот так, как написано тут. Вот в этом месте выдают сами сертификаты, сами лицензии. Для обычной рыбалки, для подводной охоты. Очень громко. Все, заходим. На Тенерифе мне не понадобилось записываться вот на этот прием. Тут можно просто прийти, без записи, сказать, что мне нужна лицензия. И тебя обслужат тоже за 10 минут. Тут есть специальная стойка, которая выдает эти лицензии. В Валенсии мне нужно было им позвонить и записаться на прием. Все, что им нужно, это справка от врача и документ. Больше ничего. В интернете бывает пишут, что нужно распечатывать вот эту вот форму самостоятельно. Но я ничего не распечатывал. Ни в Валенсии, ни тут. Нас отправили в банк оплатить квитанции. Вот, у меня квитанция 25 евро. А на обычную рыбалку что-то там меньше, 17 может быть. В общем, идем в банк, оплачиваем эту штуку и возвращаемся туда, получаем лицензии. Вот мы зашли в первый попавшийся банк и там не получилось оплатить. Они говорят, что надо быть клиентом, поэтому мы идем в банк, который находится дальше. Вот в этот, например. Этот желтенький, как он называется. Сейчас попробуем тут. Ага. Если ты не клиент конкретно того банка, в котором ты платишь, то эту пошлину можно оплатить только наличкой. Все получилось, теперь идем забрать документы. Все, вернулись обратно в то же место. Сейчас заходим и получаем лицензии. Предоставляем свои бумажки. Андрей. Андрей. Корректо. Вторая класса. Прекордать и платить. Угу. Прекордать. Все готово. Бумажки. Все, просто бумажки. Нам сказали, там написано, что их надо заламинировать, чтобы они лучше сохранились. Использовать вот эту бумажку, в которой просто наши циферки и какое-то имя. То есть это распечатка. Нужно вместе с документом, на который эта бумажка делалась. Активно она три года. Все. Готово. Второй этап. Получение страховки, которая дает право на перевоз ружей. Нужно зайти на этот сайт. Ссылка будет в описании. Абсолютно все ссылки будут в описании. Дальше. Нужно найти федерацию, которая активна именно в вашем регионе. Я буду это все делать на примере Валенсийской федерации. Просто потому, что я живу в Валенсии. И... Просто так. Рекомендую вам выбирать ту страховку, собственно, где вы и живете. Потому, что помимо того, что она дает право перевозить ружья, она еще и является настоящей страховкой. То есть она может помочь в случае несчастного случая в воде. Перехожу на сайт. Вот сайт Валенсийской федерации. На вашем сайте федерации вашего региона все может выглядеть немножко по-другому. Вам придется самостоятельно разобраться, на какие кнопки нажимать. Но тут это выглядит так. Можно обновить свою лицензию. Можно нажать вот на это. То есть никогда не был федератом. Нажимаю. И открывается форма, которую нужно заполнить. Все просто. ДНИ, НИИ, имя, фамилия, дата рождения, секс, телефон, эмейл, город, провинция и так далее. Все это ясно. Все заполняете и выбираете вариант. Скорее всего, вы взрослый мужчина, поэтому вам нужно будет нажать вот на эту кнопку. Лицензия. Ой, лицензия. Страховка будет стоить 43 евро. Если вы хотите всю ту же страховку, но без карточки, чтобы она пришла вам на электронную почту, это будет стоить 40 евро. Выбирайте, что хотите. Можно пользоваться как распечаткой, так и пластиковой картой. Вводите капчу, придумываете пароль и нажимаете вот эту кнопку. Я ничего не ввел, поэтому она дальше не ведет. Дальше нужно будет просто оплатить при помощи банковской карты. Все, готово. Страховка придет сразу на электронную почту, и ее можно будет сразу же пользоваться. Вот такой итог. Лицензия для подводной охоты. Распечаточка. Документ, на который эта лицензия делалась. И тархета федератива, то есть страховка. Страховка работает по всей Испании. Ваш документ работает по всей Испании. А вот эта лицензия может работать не по всей Испании. В описании я приложу ссылку на сайт, на котором видно, где какие лицензии работают. То есть может быть так, что лицензия с Канарских островов работает в Валенсии. И там, я не знаю, в любом другом регионе. Но, например, на Канарах не работает никакая другая лицензия, помимо Канарской. Так что это надо смотреть. Все, спасибо всем большое. Оставляйте комментарии. Лайки. Скажите мне спасибо за то, что я сделал это дурацкое видео, которое я так долго не хотел делать. Все, увидимся на проводных охотах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok